Вот лимоны. А вот это вот мандарины. Чтобы вырастить настоящий тропический сад, семье Зариповых пришлось испытать не один десяток экзотических саженцев. Заморские диковинки садоводы заказывали через интернет. Порой в посылках приходили чуть живые черенки. Приходилось выхаживать. И вот результат. Уход обычный. Пропололи, полили, подкормили. Все как обычно. Растут, им все нравится. В магазине фрукты Зариповы не покупают. Предпочитают свои, тепличные. Сегодня в коллекции садоводов около 40 видов фруктовых деревьев. Мандарины, лимоны, цитроны, гранаты, инжир. Кроме того, выращивают и оливы. А вот это вот оливка. Но она еще не плодоносит, пока только растет огромным деревом. Бананы. Совсем недавно садоводам привезли с острова Таити саженец сладкого лайма. Растение только начинает привыкать к климату. Говорят, ухаживать за южными диковинками несложно. Главное – поддерживать нужную температуру. Самое главное – это подогреть корни. Если они в тепле, то тут общая температура может быть ниже. Они все равно хорошо себя чувствуют. Под грядками у меня идут металлопластиковые трубы, которые за счет печки подогреваются. И проходит еще вентиляционная труба. Это из канализационных, диаметром 110 сделанная. Это еще дополнительно воздух гоняется теплый. На следующий год Зариповы собираются пополнить свой фруктовый сад красными апельсинами. Цитрусовые лучше всех прижились в тайге. К тому же неплохо плодоносят. В декабре должны созреть бананы и сладкий лайм. Заморские фрукты рассчитывают попробовать за праздничным новогодним столом. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.